Представители бизнес-сообщества, служащие, работники социальной сферы и ЖКХ. Всего 109 заявок поступило на конкурс команды лидеров Новгородчины. Сегодня первые претенденты объясняли конкурсной комиссии, чьи могут быть полезны региону. 109 заявок на участие, и это только в нынешнем году. Большая часть из заявившихся, конечно, новгородцы, но есть и представители других регионов, и даже участники конкурса «Лидеры России». Несмотря на то, что в финал вышли только 20 активистов, конкуренция высокая, у каждого есть амбиции и свой взгляд на улучшение жизни региона. Для Ольги Саковича это работа с кадрами. Необходима нашу область снабжаться профессиональными кадрами. А выбор начинается со школьного возраста, и молодежи нужно помогать делать этот выбор. Нужно создать общую центрированную систему, чтобы были все в связке. Министерство образования, школы, колледжи, вузы. Реализовать эту идею, уверена Ольга Сакович, участие в команде лидеров Новгородчина точно поможет. Ведь главная задача проекта не просто отобрать кандидатов для включения в областной резерв управленческих кадров, а отбор будущих руководителей органов власти. В числе победителей конкурсов прошлых лет такие есть. Это заместители министров, директора и заместители директоров государственных учреждений, главные врачи районных больниц. Они стали экспертами наблюдательных общественных советов государственных органов, включились в проектную работу органов власти. За четыре года в команду лидеров Новгородчина вошли 57 человек. Сколько присоединиться на этот раз, станет известно чуть позже. Сегодня с комиссией общались только 10 претендентов. Вторая половина будет заниматься самопрезентацией 22 июля. Тогда и определятся победители.